Дорожный полотна В конце апреля Сергей Вячеславович, давайте сегодня подведем итоги Все-таки, сколько километров дорог удалось положить нового покрытия Сколько отремонтировано Давайте, делитесь цифрами Ну, цифры у нас простые Отремонтировали мы около 40 километров дорог Если говорить, так сказать, в протяженности Если мы говорим о площади, то это больше 200 тысяч квадратных метров Всего 43 участка автомобильной дорог было отремонтировано Ну, как мы знаем, успешно Значит, качество подтверждено неоднократно Как минимум двумя контролирующими специализированными организациями Мы с вами встречались в течение этого сезона несколько раз То есть, собственно, в самом начале, когда работы только стартовали Потом где-то примерно в середине Тогда еще рано было говорить о качестве Вы сейчас коснулись этой темы Вы довольны остались? Вообще, вот показания лаборатории Потому что я знаю, что дорожное полотно Проходит, ну, там, несколько критериев Так скажем, что оно хорошее Все соответствует нормам И все идеально Ну, если, так сказать, не вдаваться в подробности Основных критерий два Это, будем так говорить, объемные То есть, толщина покрытия И физико-механические его свойства Ну, тут в полном объеме у нас соблюдены Все были требования, как по толщине, так и по физико-механическим свойствам Поэтому проблем никаких нет Больше того, даже на, там, уже предпоследнем заседании правительства Московской области У нас министр Московской области Гержик Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры докладывал Значит, по итогам ремонтных работ И мы попали, там, я уж не помню То ли в пятерку, то ли в десятку лидеров С точки зрения качества выполненных работ Поэтому вопросов нет В состав Одинцовского городского округа В этом году вошел и город Звенигород Попал ли он в эту программу И попали ли дороги? Звенигород тоже, значит Участвовал в программе ремонта Там было тоже отремонтировано Ну, семь участков дорог По сравнению с прошлым годом Увеличилась ли протяженность Отремонтированных дорог И вот сколько в этом году На все эти работы было выделено средств? По площади у нас несколько снизился показатель Что касается объема денежных средств Их количество примерно такое же, как и в этом году Это около 350 миллионов рублей У нас основной критерий, по сути, это не протяженность дорог, а их площадь Потому что одно дело ремонтировать дорогу шириной 5 метров Другое дело ремонтировать Можайское шоссе Понятно, что погонный километр Площадь будет разная Мы асфальт укладываем как раз Из расчета на площадь, а не на протяженность Поэтому и стоимость будет разной С точки зрения протяженности Но у нас стоимость Работ несколько возросла Это обусловлено, во-первых, тем, что Мы в этом году ремонтировали такие дороги И вот, скажем, в Кубинке До деревни Анашкина Серьезная такая была работа Дороги, которые очень сильно были изношены Где верхний слой покрытия практически уже, будем так говорить, отсутствовал И разрушено было 90-100% И приходилось менять нижние слои Частичная замена основания проходила Прям капитальная получилась, да? Такой ремонт серьезный Это не просто замена верхнего слоя покрытия Практически строительство новой дороги Ну, это, наверное, громко сказано Потому что строительство в известном нам порядке Там проводятся дороги и так далее, реконструкция Нет, это ремонт, но ремонт очень серьезный Поэтому он и затратный Как мы в квартире знаем Да, одно дело обои переклеить Другое дело, если, так сказать, мы ремонтируем как-то более серьезно Тем не менее, квартиру мы перепланировкой не занимаемся Но, тем не менее, называем это как бы капитальным ремонтом Да, и затраты совершенно другие получаются У нас примерно такая же ситуация Значит, и кроме того, в этом году мы При ремонте автомобильных дорог занялись заменой бортового камня Чего раньше мы не делали И не потому, что он, в принципе, не требует замены Да, а потому что, ну, в силу, значит, экономии денежных средств Потому что старались как можно больше Значит, именно выполнить работу по замене полотна Ну, что, собственно, ну, больше всего интересует, так сказать, граждан Потребители, ну, все мы потребители, в общем-то, да И пользователи автомобильных дорог Но, тем не менее, тоже нужная, важная работа И мы ее в этом году, в общем, собственно, и развернули Поэтому это тоже увеличило несколько стоимость Ну, надо сказать, что все мы, собственно, видим Что бортовой камень у нас обычный, бетонный Не из гранита, да Ну, вот, поэтому, в общем-то, ну, это необходимая затрата От этого никуда не денешься, этого надо делать Вот, ну, гранитный камень, если бы мы его использовали Он бы нам обошелся несколько дороже Ну, ориентировочно в шесть или в семь раз Ну, вот, поэтому, ну, поскольку мы не обладаем такими ресурсами Средствами, мы оставим обычный бетонный В этом году проведена, ну, такая масштабная все-таки реконструкция Можайского шоссе определенного участка И очень много было толков, разговоров вокруг вообще идеи Переформатирование движения именно по дублеру Можайского шоссе Очень много было переживаний со стороны жителей Но вот совсем недавно, утром, в районе 9 часов утра Я сама лично на своем автомобиле ехала по дублеру Который раньше, ну, просто стоял, начиная от курса, да И, собственно, до круга Практически было все движение парализовано А здесь, к своему удивлению Оставив порядка 40 минут до того, чтобы доехать в центр Я, ну, справилась где-то за 8-10 минут Для меня это прям было такое очень приятное открытие И, ну, работает ведь Дублер работает Ну, тут дело в чем На самом деле дублер, он, по сути, больше использовался Не как транспортного назначения Как стоянка Да, объект А как, по сути, стоянка Ну, мы-то понимаем, что дороги, в первую очередь, предназначены Для движения транспортного средства А не для их отстоя, да И, в общем, руководствуясь, по сути, этими соображениями Ну, и кроме того, мы все знаем Что любой левый поворот на автомобильной дороге Он ведет зачастую к заторовым ситуациям Да Вот И поэтому у нас совпало, так сказать, в одном месте Значит, наши желания и возможности И мы, пользуясь, собственно, дублером Сделали, ну, реконструкцию Это, наверное, нельзя назвать, да Но поменяли организацию дорожного движения Таким образом, что за счет дублера Мы выполнили отнесенный левый поворот, так называемый С тем, чтобы на улицу вокзальная При движении из Москвы Поворот осуществлялся не с основного хода, а с дублера То есть, пересекали в автомобиле А прямой ход у нас был бы свободен Ну, что сейчас, по сути, и получилось Ну, и кроме того, на самом дублере Мы внимательно его весь рассмотрели От начала до конца Значит, ну, вообще у нас числятся там Как три автомобильные дороги Как бы весь дублер, в общем-то, разделен на три части Ну, тем не менее, по сути, это одна дорога Вот, мы внимательно очень подошли Посмотрели все узкие места Где мешают запаркованные автомобили и так далее То есть, перед нами, собственно, не ставилась задача Как можно меньше там парковочных мест сделать Там еще что-то Наша задача была Это максимально Чтобы с максимальной эффективностью Эта автомобильная дорога использовалась Да, не применяя мероприятия по ее реконструкции Что там Это затратно Другие совершенно затраты Да, другие подходы И сложно это сделать Выбрать время Все-таки для этого Ведь дорога загружена Но это основная артерия города Да, ну, и, в общем, мы совместили В общем, эти мероприятия с ремонтом И, по сути, они были анонсированы довольно давно И неоднократно, так сказать, в интернете Во всяком случае То, что я наблюдал Обсуждались Были совершенно разные мнения Ну, потом мы реализовали эту задумку По сути, все мы ее сейчас можем воочию наблюдать Любой, каждый может проехать Посмотреть, что получилось Ну, вот, по моему мнению Получилось неплохо Даже я бы сказал, хорошо Во всяком случае, лучше, чем было Кроме того Ну, поскольку все обращения граждан Там, жалобы, предложения И так далее Поступают по дорожной тематике Естественно Значит, в наше учреждение Мы видим реакцию граждан Ну, вот, я специально смотрел По существу Только было обращение одного Единственного гражданина Которого сказал Вот, я считаю, стало хуже Вот и все, да Значит, других обращений Вот такого рода не было Были разные предложения Еще что-то Но вот так, чтобы люди Отрицательно высказывались Такого, во всяком случае В тех обращениях Которые к нам поступают Ни одного не было Также и транспортные компании Которые осуществляют перевозку пассажиров Скажем, да Вот там автобусы мы знаем Ходят, так сказать Как, так далее С Можайского шоссе Поворачивают на вокзальную улицу К станции И так далее следует Ни от одной из транспортных компаний Тоже не поступило Ни одного обращения Которого, значит Ну, как-то характеризовало Негативно Вот эти изменения Поэтому я считаю Поэтому я считаю Я считаю, что для кого-то Это может быть Неким неудобством стало Потому что там кое-где Мы изменили Схему парковки Это может быть Там несколько сократило Может быть Парковочные места Но с точки зрения Движения транспортных средств Там, конечно Безусловно Стало гораздо лучше Ну, есть шанс Не опоздать на встречу Если вы торопитесь Шанс не всегда Действительно Действительно Стало так Сергей Вячеславович Появятся ли еще Такие Вот подобные Локации Ведь вы смотрите На дорожную сеть Вот все-таки В масштабе Да В целом Есть ли идеи Может быть Еще что-то Таким образом Переформатировать Изменить Изменить Организацию Движения Ну, небольшие идеи Есть Но вот Столь уразительно Вряд ли У нас что-то Получится сделать Потому что Дорожная структура Города Одинцова Она Ну, как мы понимаем Она себя исчерпала Уже во многом Да Потому что Количество транспортных средств Которые Необходимо проехать Их существенно больше Чем Та дорожная сеть Которая существует Поэтому Собственно Наблюдаем Пробки В том числе И сюда И ехал по пробке В общем Да И мы по сути Непрерывно думаем На тем Как что Где улучшить И учитывая Что У нас нет возможности Развернуть Там какое-то Ширкомасштабное Строительство Всего и вся Там и так далее Да Пытаемся Какими-то мелкими Там Доступными Нам Небольшими Значит Средствами Пытаемся что-то изменить Где-то организацию Где-то Может быть Смотрим Значит Как светофор Там может подрегулировать Еще что-то Знаки Парковку запретить Там разрешить Еще что-то такое Там четные Нечетные Там Значит Дни недели Там стоял Разрешить Запретить И так далее Но Таких серьезных Вот больших Вряд ли у нас Получится Что-то сделать Потому что Где был Резерв У нас Ресурс На этом дублёре Мы его реализовали А так По-крупному Тут уже Без каких-то Серьезных Крупных Вложений Уже вряд ли Можно обойтись И Поэтому Мы собственно Вот сейчас По решению Главы Андрея Робертовича Иванова Мы сейчас Занимаемся Как раз Проектированием Автомобильной Дороги От Сосновой В 9-й микрорайон Вот Там уже Никаким ремонтом Так сказать Там Или что-то Каким-то Благоустройством Понятно Не спасти ситуацию Поэтому транспортную Доступность Нужно обеспечить И мы её проектируем Я надеюсь Когда-нибудь Построим То, что мы Запроектируем Это точно Построим Мы тоже построим Конечно Так же, как и Эстакаду Которую недавно Мы относительно Построили Через железную дорогу Вот Тоже В общем-то Долгое время Одинцово Было разделено Будем так говорить И мы её построили И почти 2 миллиарда Рублей она стоила Понятно, что Это очень существенные затраты Московская область Нам Очень сильно В этом помогла Потому что Дала субсидию Существенную Вот Поэтому Дальше уже Такие вот Существенные изменения Дорожного движения Уже будут, видимо Связаны с Какими-то Серьёзными затратами Если говорить О зиме Как будет эксплуатироваться Дорога в этот период Ну Дорога будет эксплуатироваться Так, как В предыдущие зимы В общем Ничего нового В этом смысле Не произойдёт У нас Все мероприятия Вы готовы К обильным снегопадам К капризам погоды Ледяным дождям Конечно, мы готовы Надо сказать, что Ледяной дождь Это не самое распространённое Частое явление К счастью Ну последние годы Я бы вот в этом моменте Уже бы посмотрела Ну что-то как-то регулярно У них было Может быть Один-два Запоминающиеся Ну, понятное дело Но это действительно Явление такое Будем так говорить Оно сродни Стихийного бедствия Ледяной дождь Это всё-таки Серьёзная штука Вот Ещё Так называемый Чёрный лёд Когда появляется Когда Собственно Весь асфальт Покрыт Фактически льдом Но его не видно Есть такое Простонародное Что-ли название Чёрный лёд Вот Но В обычном режиме У нас Дороги Будут эксплуатироваться У нас Противоголённый материал Заготовлен В необходимом объёме Ну, даже более чем Достаточно Техника В принципе Проверена Все подрядные Организации С нами были проверены Как по наличию техники Как её готовности Так и по наличию Противоголённого материала Ну, ведущую роль Тут, понятно Играет Одинцовская Дорсу Вот Неоднократно За последнее время Мы как раз Ездили Там Приобрели они Там Серьёзное оборудование Новое Для уборки снега В частности Там Шнека Ротор Такой серьёзный Взяли Значит На базе Унимога Для погрузки Снега В самосвал Там Скажем Ну, все мы знаем Так называемые Лаповые погрузчики Вот эти Золотые ручки Будем так говорить Да Ну, это хорошая машина Довольно эффективная Но Бывают ещё более Эффективные машины Да Когда ротором Забрасывают в самосвал У неё производительность Она Конечно Выше Чем у этих Золотых ручек Там В разы просто Вот Поэтому Ну, к зиме Я считаю Мы готовы По сути Буквально Там Я думаю Что не сегодня Так если То завтра Точно у нас уже Температура будет Ниже нуля Учитывая Ну да Как это Не печально Но У нас Вот Такие погодные Условия Приходится Зимой Думать О зимней одежде О зимней резине И так далее Но С другой стороны Есть свои плюсы Возможно Скататься на лыжах На санках И всё остальное Ну, в общем Понятно Ну, вот Тем не менее Значит К зиме Мы готовы Буквально Значит Или завтра утром Или в какое-то Ближайшее время Мы уже Собственно Увидим Непосредственно Зимнее содержание То есть Обработка Ну, понятно Сейчас снега Ещё вроде бы как нет Ещё чистить особо Нечего Но вместе с тем Возможно Возникновение Гололёда Поэтому Значит При необходимости Будет произведена Обработка Противогололёдными Материалами Ну, и ко всем Капризам погоды Вы в том числе готовы Да, к обильным Снегопадам Ничего не пугает Ну, а Ну, есть возможность Перекидывать И Нам пугаться нечего Технику Да, и Наше дело Работать Да Понятно У нас подрядчик не один В принципе Все подрядчики Значит Они Друг друга знают Мы знаем Мы координируем Их деятельность Поэтому Если вдруг Что-то у кого-то Будет не получаться Мы, конечно Значит Этот вопрос проконтролируем Мы окажем Содействие необходимое И Ситуацию не допустим Чтобы она стала Какой-то критической Или недопустимой Поэтому у меня Больших сомнений Вернее Вообще сомнений нет В том Что мы Надлежащим качеством Будем это делать Сергей Вячеславович Если говорить о планах На следующий год План на следующий год Объемы Средства И войдут Будут ли там Учтены пожелания Жителей Значит Ну то что Пожелания жителей Будут учтены Это Вне всяких сомнений Другое дело В селе Да Ну как мы понимаем Что все пожелания Жителей К сожалению Значит И наши пожелания Как-то сказать Дорожников Невозможно учесть Потому что Денежных средств Естественно На все пожелания Не хватает Ну вот Но тем не менее Сейчас да Формируется план Ремонт на следующий год На сегодняшний день Это Денежные средства Их несколько меньше Чем в этом году Скажем Да То есть На сегодняшний день У нас Понятно Нам финансирование Порядка 135 миллионов рублей Я имею ввиду Ремонт автомобильных дорог Именно да Ну сейчас продолжается Еще работа По формированию Бюджета Значит Одинцовского района И по Формированию бюджета Московской области Вот И я надеюсь Что ситуация Несколько изменится Там Что Значит Денежных средств Будет больше Чем на сегодняшний день Есть Но Даже исходя из того Что мы сегодня имеем Мы естественно Планируем Перечень дорог Которые мы будем Ремонтировать Естественно В этом перечне Будут учтены И те дороги Которые Значит Победили В голосовании На портале Добродел Этих дорог Как мы уже По устоявшейся Будем так говорить Традиции Их Количество будет не меньше Чем 25% От общего количества Дорог Которые мы будем Ремонтировать Ну и собственно Практически все дороги Которые мы ремонтируем Они так или иначе Имеют определенные Нарекания У жителей Кроме того Что И нам понятно Как специалистам Что их надо ремонтировать Ну и жители Понятно Они тоже Так сказать Они видят И понимают Что ее нужно Ремонтировать Поэтому У нас нет Такой дороги Которую мы Ремонтировали бы А никто бы не хотел Чтобы она была Отремонтирована Поэтому План Настоящее время Еще не утвержден Он еще формируется Ну уже примерно Понятно Его Так сказать Черты и контуры И В первом приближении Он Ну в рамках Тех денежных Стоит Которые Настоящее время Уже есть До первого Ноября Мы его сформируем Ну а дальше Посмотрим Как оно будет Ну а дальше Будет Следующий год Новый сезон И работа Разумеется Ну работа Нужно сказать Что Независимо от сезона Она не останавливается У нас Понимаете Вот К сожалению К счастью Работа есть всегда Потому что У нас летом Основного упорта Основная проблематика Связана с выполнением Ремонта Сезонно А зимой У нас Основная проблематика Связана с зимним содержанием Да Поэтому У нас всегда есть работа Но и осень и весной Вам тоже не приходится скучать Ну у нас Понимаете в чем дело Вот сейчас у нас Пока еще лето А вот с первого ноября У нас зима Ну так закон Московской области О благоустройстве говорит И у нас по сути У нас нету весенних Там Или осенних видов работы У нас есть летние и зимние Да Поэтому Весна и осень Для нас это такое Только с точки зрения одежды Это нас волнует А с точки зрения Выполнения работы У нас в принципе Этих сезонов практически нет Да Ну уже Изключение там Некоторых особенностей Листопад Да Активный Постоянный вот это Мы с ней боремся На дорогах Убираем С тротуаров И так далее Но виды работы Это по сути летние Хорошо, что мы еще с вами в лете Да Пока в лете Но уже все Уже пару дней И будем в зиме Официально по закону А по существу Я думаю, что мы уже завтра Будем в зиме Спасибо, Сергей Вячеславович За интересную беседу Вы смотрели специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания